Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем, ребятки, играть в игру, только в этот раз в новую. Это Zubo, та же, да, только Zubo Survivor. Эта игра тоже от разработчиков Zubo, официальная, просто она почему-то не всем доступна. Да, по каким-то девайсам она разделяется, ну в общем, невозможно тестирует, возможно что, но уже версия 1.8. И пока что только английский вариант, да. Причём можете замерить, игроков очень много, я только десятитысячный какой-то там, да. Топ-сквады, ну в общем, верите, здесь можно и сквадом играть. В общем, игра интересная, заманчивая, по крайней мере, да. Есть менюшечка основная, есть 4 режима, мы пока что только будем, вот, миссии посмотрим. Посмотрим обычный режим, да. Шоп закрыт, пока что битвы какие-то закрыты, гильдии закрыты. Из наград, здесь можно всякое разное забирать, всякие ачивки, сундучки вот такие, вот, хорошо, кстати, опыт удают, я уже 6 уровень прокачал. Мы, кстати, сейчас с вами заберём ещё одного персонажа, я вам покажу, как выиграть персонажей, и вообще вы всех посмотрите. Вот, все персонажи, которые сидят в игре, в этой зубе, да. Ну и вот мне дали тут недавно, буквально, Яру. Вот так она выглядит, почему-то она в скинчике, конечно. Ну давайте её откроем. Всё, вот она открыта, как бы. А теперь давайте, ребятки, посмотрим всех персонажей по очереди. Ну, Никс, Бобёр, давайте с них начнём. Вот они, красавцы, смотрите, как я. Да, Яра, Дона, дальше у нас идёт и Лев, вот такой вот Дюк, да. Стив, опять же, опять же, они со скинами сразу идут, у них разные всякие механики, это потом глянем. Фрэнк, слоник, да. Ну и вот, первый новый персонаж, который есть в этой игре, это Стретч, если я неправильно прочитал, конечно. Утка, вроде бы. Вроде бы утка, вот такая вот спортивная, непонятная, но вроде бы утка. Вряд ли что-то другое. Ладно, идём дальше, Жирафчик опять, Пепер, Зака, наш любимый, Финн, Чипи, у нас Кипи тут, Чипи. Потом Брюсик, красавчик, просто топовый, смотрите, а, в пальтишке такой стоит. Бак, вообще, не знаю, может новый скин такой добавит, не знаю, выглядит стрёмно, конечно. Такой, знаете, как-то это, Эль Приму, или как-то так, это, в общем, что-то к этому относится, я так понимаю. Фази, как вам, а? Ну, это ещё не всё, тут будет, ребятки, такие персонажи. Джейд, стрёмная вообще конкретно. Луи, просто зверь-убийца, с трусами на голове, ну, топовый просто. Лео, новая акула, как вам? Или это что-то другое? Не знаю, ребятки, возможно, вторая будет акула в игре, опять же, Финн популярный. Это всё предположения, ребятки, я не знаю, как эта игра зависит от той, но здесь есть Савафилу. Ну, как бы, намёк, да? А Савафил это, вроде бы, последний персонаж. Нет, у нас здесь была Урсула, последний персонаж, да? А здесь, кстати, Урсулы, вроде бы, не было. Ладно, идём дальше. В общем, Милу, ну, знаете, да? Фламинго Фил, кстати, вот он, красавчик. Сразу в костюме основную модельку не видим, к сожалению. Оли, просто, смотрите, какой-то по-вескинчик, а? Красавчик. И Роджер, петух. Как вам, ребятки, хотите петуха в зубе? Он уже есть, только не в той. Эрл Краб, вообще не похож, но как есть, да? Сол. Это, я не знаю, что это, игуана какая-то, в общем, непонятно. С ошейником, что-то непонятное. Рита. Опять же, здесь, как бы, не видите, что-то написано, но мне лень переводить, поэтому Рита какая-то. Это, скорее всего, гиена. Просто с затычками, с противогазом, не знаю. Возможно, что-то с тядом связано. Сквирм, да? Вроде бы так переводится, надеюсь. И читать, точнее. И это осьминожек, которого мы заслужили, да? В зубе. Но, к сожалению, у нас Фэй. Здесь потом Клео идет. Это, не знаю вообще, что. Возможно, медуза какая-то. Без понятия. Причем, заметьте, скин от бобра. Как он в зубе был, этот... Ну, доктор, да? Вот этот психолог. В общем, не помню, как это зовут скин. Сумасшедший, в общем, доктор. Вот это вот. Похожий очень сильно, но непонятно, что это за существо такое. С прозрачным мозгом. Причем мозг еще на и человеческий похожий. Божья коровка Эва. Ева, в общем, божья коровка. Инсект. Инсектоид. Дальше. Рептилия. Это у нас черепашка. Правда, здесь это Фред. Вот такой вот, трехглазый, да? Да. Дальше это Газ. Нью. Тоже рептилия какая-то. Змея, как вы поняли, да? Судя по виду. Кстати, может, то тоже была змея. Опять же, Билл, ребятки. Кит. Синий, похожий. Здоровенный. Акватик. Ли, акватик. И все, в принципе. Это все персонажи, которые здесь в игре. В игре есть, как видите, перчаточки различные, да? Одежки, которые можно нацепить на персонажа. У персонажей у всех есть свои скиллы, которые можно выбирать. Они, кстати, вроде бы ограничены. То есть, если вы, к примеру, вот я на бобре брал вот это, вот это, и у меня уже нельзя было на них все взять, например, это оружие. То есть, по два оружия и по два усиления. Это на каждом персонаже. Вот такая вот механика здесь есть. Мы можем, кстати, персонажа покачать, что мы сейчас и займемся. Прокачаем их на максимум. Тут мне выдали штон. Не знаю за что. А, а что, других нельзя качать? Монетки, что ли, закончили? Или что? Видите, 46 жетонов осталось. Или 467 жетонов. В общем, не знаю, о чем прикол, но, в общем, мне все закончилось. Прокачали мы никса. Хотя, если честно, прокачали бобро или яру. Ну, не важно. Эквип. Кстати, давайте эквип нажмем. Посмотрим, что получится. Ага, все, авто F-таки. Понял. Принял. Ну, у нас шмота пока нет особо большого. Но мы все равно понажимаем. Видите, здесь на каждого похода хип разный. Нужно его где-то выбивать. По поводу того, здесь достаются персонажи. Вообще, можно нажать вот так вот. И вот найти Find. Видите, дюк, герои 3, где-то достается. Опять же, то, что он где-то достается, а не покупается, это хороший знак, да. Будем сейчас смотреть игру. По поводу, кстати, вот, миссии, видите, да. И здесь есть, ну да, вроде бы в миссиях. Верите, да, ребятки, проходите миссии, вот вам достаете персонаж. Как бы изи каточка. Причем яру достать можно здесь, а я уже получил ее. В общем, странно это смотрится. Но в любом случае, погнали в первую миссию. И сначала я посмотрю, в принципе, здесь режимы все будут плюс-минус одинаковые, наверное. Герой. Вот он у меня же самый жесткий. Кстати, мы можем менять героя, наверное, или нет. Плюс можно, видите, в один бой 5. Ага, можно менять героя. Зацените. То есть можно бегать, например, основным персонажем таким. Аникса взять запасного. Либо можно взять дону, к примеру, основным. Ну мы возьмем Никса. Я вам просто покажу. А бобер у нас почему-то заплочен. Он такая имба его заплочена. Ну вот же, осуждаем такое. Ну, зато у нас будут эти, друзья. В общем, погнали. В миссию покажу вам, что да как. Ну, вы, в принципе, видите, да? Бегаете, собираете опыт. И потом, в зависимости от опыта, вы решаете, что вам прокачать. Усиления всякие, дополнительное оружие, или взять еще одного персонажа. Опять же, персонажа тут можно, как видите, нового брать сразу с вариантом дополнительного оружия. Либо дробовик, либо ракета-лаунчер какая-то. Ну, не знаю. Давайте ракету возьмем. Мне кажется, здесь лучше все подходит. Это массовые атаки. Поэтому берем сразу с ракеты. То есть, видите, вот два оружия, плюс два усиления. Два оружия, два усиления. А мы сразу выбираем с одним оружием. Кстати, вот этот increase damage очень крутая штука. Она прям очень сильно помогает. Поэтому Nyx в каждой катке должен быть в вашей команде. Ну ладно, погнали. Берем Яру. Вот такая вот мощная ракета. Ракета можно усиливать. Так, конечно, дальше пять звезд прокачивать, да? Супер Медкид. 50% больше хилочек. А, хилит больше, чем Медкид. Ну, как бы, аптечка, видите, да? Очень красиво, кстати, все сделано. Посмотрите, оцените, как выглядит. Причем, смотрите, можно посмотреть. Сверху оружие, а справа вот это, я так понимаю, усиление. Видите, где лапка нарисована? Который у вас уже есть, который прокачивается. Мы можем взять усиление, который уменьшает нам урон на 2%. Но мы пока так выбирать не будем. Будем усиливать ракетку. Ракетка силомощь. Конечно, здесь главное... Я знаю, что это... Забываю, что нужно правильно располагать. Мы будем пока что вот это оружие... Вообще, ладно, покажу вам, покажу. Сейчас такое дело, видите? Это вот такой вот комбайн. Ну, пока что он такой маленький, а потом... Газонокосилочка разъем это так. А потом это будет прямой мощь зверь. Ну, посмотрите, в общем, это. Итак, а теперь у нас есть вариант достать дону. Я дону с этим оружием не очень хочу доставать, но... Потому что смолния, она смотрится намного интереснее. Опять же, видите, оружие ограничено. У нас сейчас есть дона, у нас сейчас яра. Скорее всего, на яру и на дону... Точнее, на них сам мы уже взяли два оружия. На яру пока взяли одно. И вот дона у нас может быть еще на два. Слушайте, у нас все помещаются, все оружие. Поэтому мы, наверное, возьмем дону пока такую, а потом, если что, добавим оружие. У нас оружие побольше. Аптечка выглядит вот так. Вот мы ее пока брать не будем. Но она автоматом взялась. Ну, вы поняли. Нормально, нормально. Итак, у нас есть варианты сейчас усиливаться, да? Будем усиливать дамаг. Дамаг это очень важно усиливать. Вот это вот параметры. Он самый мощный. Жаль, что у нас сейчас здесь нету бобера. Бобер, как по мне, очень крутой. Потому что у него радиус на всю карту. И он там прямо разносит все, что шевелится. Но такого нет. Дальше. На 50% больше аптечек. Ну, это хили, да? А это... Вот. А вот это выпадение аптечек на 20% больше. Ну, мы... Хотелось бы взять, если честно. Но, наверное, возьмем сначала атаку с рюкса. Потому что в ближнем бою у нас проблема с атакой очень большая. Ее не хватает. Аптечка, это, конечно, хорошо. Но если мы не будем убивать, то корицы-аптечки нам уже не помогут. Поэтому нужно пока что на урон все сделать. Вот. Есть вот такая способность у Доны. Это регенерация. Каждую секунду 2% от здоровья. Ну, как-то оно работает, короче. Обожите. Регенерация 5 секунд. Ну, короче, как это фигня, если честно, ребят. И вот эта фигня мне не очень понравилась. Поэтому брать ее не будем. Возьмем... Что будет аптечки получше сидеть. Как вы считаете? Нормально будет? Или урон понизим? Я думаю, урон понизим. Мне что-то понижение урона пока что больше нравится. Ну, а потом посмотрим. Главное сейчас как-то усилить урон нам очень сильно. Но, видите, ничего не падает на усиление урона, к сожалению. Падает вот на дополнительную хпшку. И вот перезарядка. Возьмем перезарядку. Перезарядка будет интереснее. Что делать перезарядку? Перезарядка, она... Ну, ускоряется на проценты, вы видели, да? Вот это вот динамитик. Он взрывает рядом стоящих мобиков. Вот это типа сильный мобик. Не босс, просто сильный мобик и все. Волна, как видите, тут имеет ограничения. Пока что мы еще живем. Пока норма. Итак, нам дали вот такие параметры. Можно усилить урон. Можно сделать уникса подомажней. Точнее, больше будет этих ножей выпускать уникс. А можно сделать дамаг от ракетки получше. И перезарядку увеличить. Ну, ускорить 20 секунд. В общем, это слишком сложно сказать. Пока что возьмем мечи. Пока что вроде бы уронность уникса хватает. А, сейчас мы отклимемся, будет хватать урона, конечно. Немножко надо выбраться нам с этой полпы. И усилить. Наверное, общий урон усилим. Пока что, в принципе, этого хватает. Не особо, конечно. У нас, друзья, как видите, уже немножко начали проседать по здоровью. Да, и нам для этого нужно что-то сейчас предпринять. Больше. Ну, давайте больше. Надеюсь, поможет. Сейчас дон у нас умеет. Кстати, их можно воскрешать, если что. Если что, да. Давайте теперь усилим урон. Хотя, наверное, надо было меч пожестче брать. Ну, я могу вам сейчас показать, как будет умирать дона. И мы ее рассмотрим. Возьмем Никсу дополнительное поселение у второго оружия. Никс, кстати, тоже получает, потому что делает очень много плюк. И Никс почти откинулся. И вот, когда умирает у вас основка наша, вроде бы тогда, ребята, все и заканчивается. Мы постараемся пока не умирать. Видите, вот там мертвый лежит. Видите, сердечко у вас сейчас справа. Так, кто мы спасти? Это вот, чтобы спасти, нужно забежать. И вот тогда можно спасти. Нам повезло, мы дошли до босса. Это, в принципе, главная цель этой игры. И я уже дважды спас. Ну, босс, видите, достаточно примитивный. Мне ничего сложного в пристранении не представляют. Даже и не получается, смотрите, все оружие у всех друзей, которые с нами бегут. Ну, в любом случае, сейчас мы еще можем что-нибудь. Кто-то умер. Только про кого-то я забыл. Давайте, по-моему, ракету покачать ракета становится больше. В принципе, интересно, что это. Но босса добили. Ну и миссия пройдена. Вот так это выглядит, ребятки. Надеюсь, нам сейчас откроется что-то другое, и мы отправимся дальше. Посмотрим. Наверное. Возможно, это не закончим. Ну-ка, нажимаем и смотрим. Ну, нам что-то удалось. Дался меч. 50 атака до увеличилась, да? На других вроде бы ничего не выпало. Хотя нет, смотрите, на бобра что-то выпало. Вау, шлемак. Шлемак. Шлемак, шалко оно не отображается, конечно, на самой персонаже. Это все. Смотрелось бы очень красиво. Можно, кстати, повысить уровень. Я хотел вам, ребятки, все бобра показать, да? И именно на нем уровень как-то повысить. Вот, штука, да? Как-то оно работает, не знаю как. Но для этого нам нужно, наверное, двигаться дальше. Мы сейчас заберем ачивки здесь. И посмотрим, что у нас здесь. Вот здесь, кстати, нужно выполнять задание. Очень важно. Автовин 10 миссий. Кстати, прикольно. Можно автобей делать за счет энергии. Да, единственный момент в этой игре. То есть, ребятки, энергия не бесконечна. Как-то она пополняется. Не знаю вообще как. Можно вот назвать пуш. Не знаю, что это изменит. Но мы сейчас справимся, кстати, вот в обычный бой. Видите, можно играть вчетвером. Можно взять бобра основным другом. Он очень жесткий. Видите, у него есть вот такая вот штука. Я просто хочу вам показать, чтобы вы поняли. Ну, хотя, наверное, в этот раз мы упустим этот момент. Будем, наверное, уже в следующий раз смотреть. Ну, в общем, расскажу вкратце. Вот эта вот штука бобра. Вот та вот штука бобра, которая я хотел показать. Вот это вот кругляшочек. Он супер мощно бьет радиусом огромным на всю карту. И за счет этого имба-имба. В общем, вот так вот, да. Но в любом случае, посмотрим. Ставьте лайки, подписывайтесь, ребятки. Оставляйте свои комментарии, что думаете, играть в эту игру дальше или нет. В принципе, игра как убийца времени очень крутая. Разнообразная, интересная. Возможно, эти персонажи скоро появятся в игре зубы. Опять же, хочется открыть арену, хочется открыть рейд, ивенты, кланы. В общем, все это посмотреть и оценить, стоит ли оно того. Представляете, если можно в эту игру играть с другими игроками вместе, вот, обороняться и все остальное. Потому что такого я не видел, ну, в мобильных играх, чтобы можно было с другими игроками. В одном бою находиться. Для них это, как бы, почему-то такое вот сверх нереализуемое. Хотя было бы очень круто. Ладно, все, будем заканчивать. Я уже говорил, что говорил. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.